Вселенная универсального символа из трехмерных и интерактивных арт-объектов, графических и живописных работ открылась в Екатеринбургской галерее современного искусства. Проект «Пространство символа» Алены Озерной представляет особую страницу в творчестве автора. Мы увидели новую Алену Озерную, далекую от сказочности, иллюстративности, но верную своим творческим принципам. Не столько иллюстративность, интересно, сколько смысловые такие конструкции, потому что человек по образованию архитектор. И тут мне многое стало понятно, потому что архитектура – это такая область, я бы сказала, философская. Людей учат мыслить очень широко, структурами. И тогда мне стало понятно, что ей интересна структура взаимосвязей, предметов, сред разных. И миф, в частности, славянский, ей интересен тоже как структуру, потому что он действительно такой, с разными входами и выходами. Работая со знаками и символами, художник открывает портал, наполненный смыслом и вымыслом. У меня на выставке здесь есть такие простые очень вещи детские, которые называются «Калейдоскоп хорошо всем вам известный». Это игрушка, но это не просто игрушка, это не простая игрушка. Когда мы смотрим в калейдоскоп, мы меняем мир вокруг себя. То есть посредством такого простого действия мы можем поменять сознание, мы можем настроить мозг на восприятие, на какое-то другое восприятие действительности. По задумке автора экспозицию дополнили интерактивные зоны, которые позволили вовлечь зрителя в творческий поиск. Современное искусство, оно все равно включает в себя очень много инсталляций и взаимодействие со зрителем. Это немножко другой подход. То есть здесь мы можем что-то подойти, потрогать, мы можем где-то там порисовать, да, мы можем что-то передвинуть, мы можем поиграть с кубиками, например, да, как вот здесь, видите, детская зона, где есть кубики. И я, как и многие современные художники, призываю зрителей быть не просто зрителем, да, а как бы сотворцом. Это палочка, которой приклеена здесь вот кисточка, да, эта кисточка, она рисует сама. Вот мы кладем бумагу и просто, может быть, даже если это делать на улице, то ветер будет раскачивать вот эти вот наши палочки с кисточками, и картина рождается сама. В своем творчестве Алена Озерная придерживается символической концепции, стремится осмыслить, раскрыть природу символа. И здесь не нужен экскурсовод, каждый считывает свое. Для меня вот эта зона – это такой кусочек семьи, да, кусочек вот какой-то очень важной части жизни, может быть, даже самой важной, потому что все равно у нас все выходит из семьи, все рождается в семье, и потом все возвращается в семью. И вот мне хотелось сделать такое пространство, такой семейный уголок, да, чтобы можно было сесть, попить чай, вот, и вот эти вот вещи, они будут этот мир оберегать. Автор приглашает к свободному отношению к пониманию представленных работ. По словам Алены, у картины есть три смысла. Тот, который задуман автором, смысл, который прочел зритель, и, собственно, смысл, который картина несет сама. Библейские сюжеты можно рассматривать бесконечно. Дни сотворения мира крайне сложны для изобразительного творчества, но именно эта тема много лет занимала ум и, наконец, нашла свое воплощение. Оценивать творческие искания предстоит зрителю.